Здравствуйте, друзья! С вами сегодня опять Роман Главин. И сегодня я хотел бы снять такую лекцию, интересную. Про эту тему я еще не говорил ни разу на канале. Информация, конечно, прибавляется, но сегодня я дозрел, хотел рассказать некоторые нюансы о сверхспособности. Люди, которые часто ко мне обращаются и к Анастасии на консультацию, сначала получают одну информацию, через какое-то время, естественно, программа меняется, получают другую информацию и иногда получаются нестыковки. Нестыковки в головах, естественно, наших, потому что у нас отсутствует информация. Какие же варианты нестыковки бывают? Вот, допустим, человек обратился, ему там нужно было открывать 4-5 глаз, либо там кристалл, например, либо еще какое-то многомерное видение, для оснознания. Через какое-то время человек обращается повторно и либо я говорю случайно, там что-то, какую-то новую информацию, человек за нее цепляется, либо просто человек целенаправленно после переписи программы узнает заново, например. Ну, переписывает, опять же, повторюсь, 2-3 раза за жизнь. Иногда даже 2 или 1 раз. И человек говорит, Роман, ну как же так, допустим? Вот вы говорили, что у меня открыт 3-й глаз, а сейчас мне заново ее открывать надо. Когда сущности видят, что человек не справляется с своей программой, ему облегчают программу, и после этого ему блокируют эту способность, и человек заново ее должен открывать. Иногда бывает так, что люди очень много жизней живут, но у них почти ничего не открыто. Лишь только потому, что они не развивались долгое время. И, естественно, это все блокируется, человек опять идет обратно, количество жизней остается, а развитие у него минимальное. Есть люди, которые живут не так много жизней, но они попали в нужное время, в нужное место, и они начинают сразу же развиваться. Вот когда человек начинает сразу развиваться, у него быстро все открывается. То есть опыта вроде бы нет еще такого жизненного, но себя способности уже какие-то начинают открываться. И в последующем, если, допустим, такой человек либо развитый, либо неразвитый, ну к неразвитому, может быть, такого спроса не будет большого, а вот к развитому человеку, ну кто именно много жизней прожил и начинает халтурить, уходить с пути от своего развития. И опять же, ему могут какие-то заблокировать сверхспособности, он заново, ну как наказание, знаете, заново начинает открывать, заново начинает открывать. Вот, и некоторые люди вот это не понимают, нестыковки какие-то у людей образуются. То есть техническим мозгом это не понять. Вы думаете, что вот я даю информацию этому достаточно для понимания некоторых вещей, для всех вещей, да, для некоторых понятно, а для некоторых еще непонятно. То есть нужно еще получать дополнительную информацию, чтобы полностью все пазлы сложились в голове. Потому что, опять же скажу, что наши состателям могут сделать что угодно, вообще что угодно сделать. Захотят 10 жизнью заберут, захотят 2 заберут, вычеркнут просто. Захотят вас наградят, захотят руну пропишут, в любой момент сами сделают. захотят вытащат вас из лап темных. То есть были, как вот Сталин, например, да, мы смотрели, вот то, что его вытащили из лап темных, но будет отдельный ченнелинг. Вот. И сами решили, без этих контактеров, просто мощный тем, просто взяли и забрали, вот то, что развитый был. Вот так же и здесь. В любом случае, как бы, все настолько индивидуально, да, иногда такие исключения бывают, что иногда, вот, как я говорю, да, когда нет программы, там, зал ожидания, зал суда по-другому, отдых, темные не могут зацепить, нет программы, но иногда они есть. И начинаешь с права, почему? И вот приходят развитые, темные, настолько хитрые, они всегда найдут какую-то лазейку, чтобы все равно зацепить человек, даже без программы. Вот представляете, настолько все индивидуально, настолько вот все необъятно, и не осознать, и познать сразу это все невозможно. Но мы стараемся максимально давать информацию, которая доступна, которая бы приводила нас к пониманию. Поэтому не так все просто. Так вот, любая сверхспособность, которая у вас уже была с прошлого открыта, и вы в этой жизни, или в следующей, или в последующем не будете развиваться, она может быть заблокирована, и вы вернетесь к какому-то первоочайному состоянию. Если человек не развивается, там, не знаю, 8-10 жизней, его просто удаляют. То есть, дают им ангел-хранитель, ангел-хранитель он управляет, но человек все равно не читает подсказки, там, да, человек, который живет с другим человеком, да, который вроде бы ему помочь, должен, и энергией обмениваться, да, и развиваться он тоже не развивается. Сначала ему какую-то помощь дает, там, да, потом меньше помощи. Человек, вот, до определенного момента, да, который не может читать помощь ангела-хранителя, подсказки, так называем, получать эту помощь, он оказывается в тупике, он сам себя загоняет, и потом ему тяжело все это проработать, понять, определиться, и он требует к себе такого пристального внимания, помощь контактера, но даже контактер до него не сможет достучаться, ни ангел-хранитель, ни сущности никакие. И вот в каждом таком случае, да, приходится индивидуально помогать человеку. Опять же таки, мы живем сейчас в таком мире, где информация от нас скрыта. И многие из нас, они, ну, сложно ее понять, понимаете. Люди смотрят такие каналы, да, а потом удивляются, ну, вы знаете, там, такого нет, это все неправда, Бога не существует, или какой-то у каждого свой Бог, но это, нормальное развитие, как бы, да, мы все через это проходим, или проходили, или будем проходить. Я просто стараюсь дать такую информацию, что вам легче это понимать было. Некоторые клиенты, не поняв этой информации, просто решили, что там мы какую-то ерунду говорим. На самом деле, все стыкуется один в один. Ошибки минимальные бывают, что у сущности, что у нас, они просто минимизированы. И уже, наверное, все-таки больше даже не от нас ошибки, а от самих сущностей уже. Потому что сущностям надо правильно ставить всегда вопросы. Я говорю, ребята, вот когда вы смотрите наши ченнелинги, и где-то нестыковки, лишь потому, что вы не понимаете, и у вас недостаточно еще количества информации, чтобы эту информацию состыковать вместе, вот, и ее интерпретировать правильно. или сущности разные, они по-разному развиты. И если неправильно задать вопрос, ответ совершенно будет противоположным. Или я неправильно вопрос поставил, да, ребром как-то поставил, или я неправильно задал его, и сущность неправильно поняла, Анастасия неправильно передала о сущности. И вот отсюда уже начинаются нюансы. Поэтому я всегда говорю людям, которые ко мне обращаются, пожалуйста, конкретные вопросы. когда вопрос, что у меня со здоровьем, да у вас все нормально со здоровьем сущность скажет, а у вас там куча проблем. Все, что для вас проблема, для сущности это не проблема, это норма. То есть вы должны писать, что вас беспокоит, например, там, болит печень, там, сильно потери, волосы выпадают, слепну, там, коленки болят. То есть вот такие вещи и симптомы. Коротко, но по делу. И тогда сущность ориентируется, она может вам помочь, рекомендации дать, карма, не карма, там, лечится, не лечится, что делать. То есть конкретные симптомы, конкретные ответы. Также здесь, когда много информации дается, получаются какие-то нестыковки. И люди думают, что вот мы там первый раз неправильно сказали, мы сейчас неправильно. Все, мы правильно. Первый раз сказали, второй раз и третий. И чтобы их состыковать, надо обладать определенной информацией. Опять же, идешь к сущности, и сущность говорит, да, вам переписали там три дня назад программу. А я просто не говорю же, когда перепишут, только вы сами должны интересоваться. Когда вам перепишут программу, тогда вы будете понимать, может, он через месяц перепишет, а смысл сейчас спрашивать. Я так и делаю. Когда ко мне попадают такие клиенты, даже если мы не спрашивали, то мы стараемся все-таки узнавать, или сущность, иногда говорить, что вот человеку на этой душе перепишет программу. я переношу человека на месяц. Смысл? Смысл есть, в принципе, узнавать, да? Потому что, когда перепишут программу, все, что раньше было, мы не сможем уже получить этот информат. Блокируется прежняя программа, и становится доступна новая программа. Если человек хотел посмотреть, что у него раньше было, например, хотя бы предназначение, что будет в новом, что в старом, точно будет знать, что его опустили, или наоборот, усилили программу. Такие вещи, они обязательно нужны нам. И в динамике можно посмотреть, что вы выполнили, а что вы не выполнили. Поэтому, у наших сущностей, наших учителей, руки развязаны, они совершенно что угодно могут делать. И на ходу вам могут что-то дописывать вне программы, что-то там дописали, что-то выписали, как бы, да? То есть смотрят, справляетесь вы ли вы, не справляетесь ли вы. Иногда, кстати, когда люди к нам обращаются, иногда даже ошибки, они сами находят, свои же ошибки находят и сами их устраняют без всяких процентов. Поэтому жизнь, она становится интереснее, познавательнее, увлекательнее. Многие неправильно реагируют на переписывание программы. Вот там что-то, не программа, это так плохо, чего плохо, зачем плохо. Лишь бы просто о чем-то там своем думать и нет ничего плохого. Они настолько развитые, что мы не можем их оценивать. Мы не можем их оценивать. Говорить, что они плохие, они какие-то не такие. Мы познаем мир, в котором мы живем. Мы еще низко развитые, поэтому нам кажется все как-то вот неправильно, жестко, жестоко, как бы, да? там у них эмоций нет, а у нас они есть. Мы считаем, что мы более правильные. Как мы можем более развитые, правильные быть, чем они? Ну, сами подумайте, это нереально. Поэтому просто эти вопросы, на которые вы не можете получить ответ, там, что мир весь какой-то не такой, что вот дети умирают, голодают. Если у вас есть знания, вы можете все это объяснить, это нормально. По-другому будете к этому относиться. Эти люди заслужили, чтобы они умирали, голодали. И карма у них, и жизненные уроки, и так далее. Поэтому не надо себя ровнять с другими. У них свои программы жизни, у вас свои. У кого-то идеально все проходит, никаких ошибок нет, и программу редко переписки, и люди как-то интуитивно выходят сами, и находят друг друга, и работу сами даже находят, да? А другие как-то барахтаются на одном и том же месте, пытаются вот в трех соснах разобраться, и никак не могут. У кого-то интуиции не хватает, у кого-то знаний не хватает, у кого-то желания понять может быть не хватает, у кого-то темные мешают, у кого-то порча согласно, блоки какие-то, страхи. То есть опять же все нужно индивидуально разбираться. Так что вот на этой ноте я заканчиваю это видео. Все вам самого доброго, будет новая интересная информация, всегда будете первые знать. До свидания.